МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды Анастасии позвонили с заманчивым предложением пройти бесплатную СПА-процедуру. Женщина с радостью согласилась и посетила салон. После прохождения данной процедуры мне было предложено приобрести их косметику. Девушка, которая проводила СПА-процедуру, сказала, что косметика является израильской, что она натуральная, состоит из фитобиотиков и способствует очень хорошему влиянию на кожу. Настя купила набор дорогостующей косметики, потому что ей было сказано, что только в день обращения предоставляется скидка. Я стала пользоваться этой косметикой, как мне и рекомендовали. Через сутки у меня стало наблюдаться сжение по всей области, где она была нанесена. Кожа у меня покраснела. Я прекратила пользование данной косметики, позвонила в офис. Сотрудники компании потребовали справку от врача. Анастасия предоставила медицинское заключение о том, что на косметику возникла аллергия. Но деньги ей не вернули до сих пор. В итоге бесплатное прохождение СПА-процедуры обернулось для женщины потерей 35 тысяч рублей. Анастасия обратилась за помощью в редакции программы ЖКХ. Молодая женщина отчаялась добиться правды, и я попросила юриста Павла Цветкова разобраться в ее проблеме. Что у вас случилось? У меня возникла следующая ситуация. Приобрела косметику, но она не соответствует качеству, о котором заявила компания, которая ее реализует. Вот я бы хотела эту косметику вернуть. Юрист ознакомился с документами Анастасии и предложил ей снова пойти в офис компании. Вы и имеете право прийти и выяснить, когда вам будут возвращены денежные средства за негодный товар. Встреча нашей героини с юристом Павлом Цветковым состоялась в середине июля. И сегодня они готовы рассказать нам, чего удалось добиться за это время. Женщина хочет быть красивой всегда, во все времена. Но зачастую наше желание быть более красивой приносит нам огромный вред. Как этого избежать? Давайте разбираться вместе. Анастасия, Павел, мы ждем вас в студии. Проходите, пожалуйста. Как в погоне за красотой не потерять деньги и здоровье, нам подскажут наши сегодняшние эксперты. Встречайте. Спасибо, уважаемые эксперты, что вы сегодня с нами. Я приглашаю к разговору сотрудников данной компании, в которой вы купили набор. Даниил, Светлана, Надежда, мы ждем вас в студии. Проходите, пожалуйста. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы пришли к нам на программу. Значит, вас волнует мнение потребителей на ваш товар. И, наверное, как и все женщины, вы тоже мечтаете о том, чтобы вокруг были красивые люди. Спасибо за ваш приход. Познакомьтесь, это Анастасия, наша героиня. Она купила вашу косметику и никак не может ее вернуть. А еще у нас вот здесь вот целый ряд женщин, которых тоже не устраивает качество вашей косметики. Поднимите руку, и кого не устраивает. А у вас какие проблемы? Расскажите. На самом деле проблема в том, что продажа, каким образом ведется непосредственно в паре, я бы сказала, этой косметики, она очень агрессивна. И когда ты приобретаешь этот продукт, у тебя нет возможности там подумать. Тебе там, во-первых, внушает, что у тебя традиционная кожа. Хорошие психологи. Да, хорошие психологи. То есть у вас претензии не к качеству, а к продвижению этой продукции? Продвижение. Дело в том, что мне эту косметику продали в кредит. Причем кредит, ну как-то я даже сама не поняла, что произошло. Мне сейчас рассказывали, Наташа, какая у тебя отвратительная кожа, ужасно, как бы только косметики тебе поможут. По-моему, замечательно, Наташа, у вас кожа. Да, вот мне тоже так кажется. В итоге там, давайте мы заполним анкету. Ну понятно, то есть впаривание вас не устраивает эта косметика. Да, именно каким-то хитрым способом. Когда я пришла домой, я понимала, что я приобрела что-то. Как цыгане то, что называют. Да, как бы в кредит то, что мне в принципе не нужно. Понятно. И зайдя в интернет, я нашла кучу отзывов. Претензий? Где девушки просто с таким же ощущением пришли домой и хотят вернуть его. Нет, кстати, нам важно понять, что есть претензия к качеству, а есть претензия к продвижению товара. А дело в том, что я боюсь открывать этот товар, то есть он у меня до сих пор не открыт. Я ни разу не воспользовалась. Понятно. А у вас к чему претензии? То же самое, а у вас? То же самое, это самое, покрылось себя пятнами. То есть, а у вас к качеству? И к качеству, и вообще к обслуживанию, ко всему. А у вас? Дело в том, что получилась такая же картина. Мне сказали, что я приобретаю в рассрочку. Когда я пришла домой, я увидела, что у меня оказывается кредитный договор, о чем меня не предупредили и написано совершенно нечитаемым мелким шрифтом. Когда я попросила представителя, я надела очки, это даже с увеличительным стеклом я не смогла бы прочитать. Когда я попросила представителя мне зачитать, он зачитал мне совершенно другой текст, абсолютно. Я сказала, что я пенсионер, не работающий, я сказала размер своей пенсии. Выяснилось дома, что они мне написали совершенно другую зарплату, основной доход, я не работаю. И еще дополнительный какой-то доход, то есть совершенно мошенничество, обман. Я предлагаю сейчас посмотреть видеоматериал, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь, о каком насильственном насаждении этой косметики говорят наши героини, которые этим недовольны. Внимание на экран. Внимание на экран. КОП, который несется в термо и заставляет фибропласты заработать, чтобы шел постоянный процесс деления старых мертвых клеток на здоровых, чтобы клетка клетку восстанавливала. Елена, а вот, или вы можете пояснить нам, о чем речь? Я могу сказать, что это апелляция к нашей неграмотности. Набор умных фраз, очень производит впечатление. Ужас тут набор фраз, которые, вы знаете, как крючки. Мертвые клетки, живые клетки. Ну да, зайдите в интернет, почитайте. Ну вся нормальная косметика в аптеке. В аптеке вам принесли. Что они туда в этот тюбик зарядили? Где? Почему они в аптеке не продают? Почему они в салонах не продают эту косметику? Уже задумайтесь. Вы кредит берете, милые мои. Даже продажа косметики в аптеке сегодня ничем не регулируется в стране. Я объясню это на языке цифр. Масштаб бедствия. Сегодня объем рынка косметических средств составляет примерно 16 миллиардов долларов в год. Это целая индустрия. 16 миллиардов долларов в год. Конечно, любая женщина мечтает как-то себя привести в порядок. Этот рынок ничем не регулируется сегодня. Нет ни закона о косметических средствах, нет ни контролирующей организации. Роспотребнадзор закрывает глаза сегодня на этот сегмент. И даже в аптеках мы встречаем сегодня большой процент фальшивых, контрафактных препаратов. Мы все знаем, как у нас косметику подделывают на Малой Арнаутской. Мы покупаем ведущие фирмы, которые сделаны в мытищах. Если говорить о способах продвижения, то обычно агентов МЛМ, сетевой маркетинг обучают следующим вещам. Первое. Это самонастройка. Они должны быть бодры, веселы, энергичны, источать позитив, то есть заражать и заряжать всех своим ощущением того, что... То есть тире должны быть хорошими работниками. Вот. Это раз. Второе. Они должны уметь владеть навыками НЛП. То есть это подстройка, это навыки быстрого введения в транс, программирование и так далее. Третье. Навык работы с возражениями. Например, говорят, это очень дорого. На это первая реакция. Я понимаю, я тоже не хочу переплачивать и так далее. Затем идет программирующая фраза. Например, туризм. Скупой платит дважды. Или что-нибудь, типа, чем дешевле паста, тем дороже пломба. Или, как говорит некий миллиардер. А что это является? Это мошенничество или всего лишь современный способ продвижения товара? Да. Это психологические приемы, манипулятивные. Как-то законодательно это запрещено? Нет. Анастасию Коканину пригласили в салон красоты на бесплатную СПА-процедуру. В итоге ее уговорили купить чемодан косметики стоимостью 35 тысяч рублей. Это косметертика. Она уже решает проблему, лечит кожу. Кристалл сахарозы зарядили положительной частотой, частотой здоровой клетки. Именно частота здоровой клетки – это как информация, как код, который несется в дерму и заставляет фибропласты заработать. Я стала пользоваться этой косметикой, как мне и рекомендовали. Через сутки у меня стало наблюдаться сжение по всей области, где она была нанесена. Кожа у меня покраснела. Анастасия составила претензию в салон красоты и потребовала вернуть деньги. Получила я от вас претензию, ответную претензию. С этим ответом я не согласна. Я хотела бы, чтобы мне вернули деньги. Если я не согласна, то обращайтесь в ссор. Вашу косметику не для акции. Да что? Да. Но ответ ее не удовлетворил. Вместе с юристом Павлом Цветковым они отправились за разъяснениями. То есть вы полностью уверены в том, что вы занимаете совершенно жесткую законную позицию и в данном случае доверите неправду. Да. Далее в программе вы узнаете, что показала экспертиза данной косметики. Косметика, которая дает мгновенный эффект, скорее всего, она сделана из химических каких-то продуктов. Можно ли пользоваться этой косметикой без вреда для здоровья? Об этом вы узнаете далее в программе ЖКХ. Если вы хотите стать участником нашей программы, рассказать свою историю или услышать советы наших экспертов, звоните на голосовой портал Первого канала по номеру... Женщина красивой хочет быть всегда. И сегодня в нашей студии мы говорим о том, как приобретая красоту, не потерять здоровье. Бесплатная СПА-процедура обернулась для Анастасии Коканиной потери времени, нервов и 35 тысяч рублей. Косметолог салона предложила приобрести набор элитной косметики и пообещала скидку, если Настя купит его в тот же день. После прохождения данной процедуры мне было предложено приобрести, соответственно, их косметику. Девушка, которая проводила СПА-процедуру, сказала, что косметика является израильской, что она натуральная, состоит из фитобиотиков и способствует очень хорошему влиянию на кожу. Но дорогостоящая косметика не оправдала ее ожиданий. Я стала пользоваться этой косметикой, как мне и рекомендовали. Через сутки у меня стало наблюдаться сжение по всей области, где она была нанесена. Настя обратилась за помощью к врачам и получила справку об аллергии на крем. Но даже заключение медиков для салона оказалось недостаточно, чтобы вернуть женщине деньги. А у вас есть какие-то люди, которые привели с собой тех, кто доволен вашей косметикой? Давайте посмотрим в зал. Есть у нас довольные клиенты. Кто? А может быть мы их тоже послушаем, прежде чем будем разбираться? А вы чем довольны вы этой косметикой? Ну вообще я пользуюсь уже год, могу рассуждать уже с позиции человека, который давно пользуется. То есть вы менеджер компании? Нет, я пользуюсь косметикой год, да. И я, ну возраст мой могу назвать даже. Ну в общем мой возраст позволяет мне судить о качестве косметики. Поэтому я пришла сюда, чтобы, да, поддержать эту компанию. Я хочу, чтобы вышли новые продукты. Понятно. А вы? Я хочу сказать, что я очень довольна этой косметикой. Пользуюсь около месяца. И такого состояния кожи у меня не было всю жизнь. А простите, дамы, вот вопрос, Елена. Да. А будет ли это уместно или нет? Но так как мы все-таки средство массовой информации в данном случае. Девушки, а какие бонусы за это выступление вам сегодня предложили? Мне позвонила та дама, которая мне продавала эту косметику и спросила. Ты довольна? Говорю, да. Вот ты завтра можешь сказать об этом? Говорю, с удовольствием. То есть бонусов мне стакан воды. Это вас устроит? Нам иногда предлагают бесплатные спа-процедуры для рук, омолаживающих, декольте. И мы как бы, я думаю, что нам это будет бонусом. Можно? Да. Вот я как бы хотела сказать, выступить действительно как экспертом. Дело в том, что я косметолог, и они попали на меня. Им рекомендовала моя подруга-приятельница. Значит, я их с удовольствием приняла. Собственно говоря, как профессионал. Меня спросили, кем я работаю. Я сказала, я преподаватель. То есть я не стала выдавать. Мне было интересно, как работают коллеги, так сказать, вот так агрессивно. Мы работаем все в салонах, а тут, значит, как бы конкуренты. Ну, как работают? Значит, пришли. Врага надо знать в лицо. Да, конкуренты тем более. Пришла дама. Значит, спросили, сколько мне лет. Естественно, прислали даму, которая постарше меня, которая, значит, могла меня убедить. Но дама не была так, конечно, подготовлена, как я. И, честно говоря, я ее переиграла. Я не буду вам рассказывать. Естественно, я профессионально макнула во все эти самые, она не смогла ответить. А вам понравились процедуры? Нет, не то, что не понравились, никакая. Вот у меня, как у косметолога, да, я могу, допустим, сказать, что я предпенсионного возраста, да, мы, в общем-то, как бы, у меня кожа, да, нормальная. Естественно, как профессионал, я слежу за собой. Вот, сделала. Она мне все сделала. Она старалась, чтобы мне понравилось. Я не могу сказать, что плохо. У меня не было аллергии. И я не могу сказать, что хорошо. У меня никакой реакции. Моя кожа не прореагировала. В нашем законодательстве и предусмотрена такая вещь, что состав того, что мы потребляем, не важно. Должен быть написан. Должен быть написан. А теперь, следующий вопрос. Кто видел, кто пользуется этой косметикой, где и как написан состав ее? Леночка, вот давайте касательно вопроса законодательства. Мы не можем попозже подойдем, давайте сюда послушаем. Леночка, давайте вот вопрос законодательный. Давайте вернемся немного два года назад. В февраль месяц, 2010 год, принимается закон, который полностью устраняет сертификацию данной продукции. Почему? Ну, дабы исключить, во-первых, составляющую коррупционную, да, потому что кругом, сплошь, рядом и сертификаты продаются, их легко доставить. Да что у нас сейчас не продается? Да, все продается. Второе. К чему мы пришли? К тому, что просто производители декларируют о том, что находится вот в этом вот товаре. Каким образом? Они выпускают аннотацию. В аннотации указываются определенные незнакомые нам химические элементы, которые мы не понимаем, мы даже не видели. Ну и как бы пытаемся намазывать. Но вы прекрасно понимаете, что нагнуть в кавычках этого производителя можно следующим образом. Раз этой аннотации написана вещь, которая поможет вам фантастически омолодиться, стать величественной женщиной там в 90 лет и помолодеть до 10, в 10 даже, просто быть фантастическим. Либо, наоборот, мужчине стать самым молодым в лице, я имею в виду. Соответственно, его можно взять за то, что он пишет нечестно, а значит поделку документов. Вот, Елена, к вам хочу, конечно, обратиться. За один раз можно стать моложе на 10 лет за одну СПА-процедуру? Ну, и аллергическая реакция о чем говорит? Вот на вашем опыте. Ну, во-первых, аллергическая реакция имеет накопительный эффект. Так. Бывают острые аллергические реакции. Как ее избежать, это достаточно элементарно. У продавца можно попросить пробник нанести на предплечье. Внутреннюю сторону, да. Ну, с пятикопеечную монету. И через три часа все будет ясно? Ну, даже через 20 минут. Походите, не будет. Сделать аппликацию. Вы делали это, нет? Ситуация обстояла как? Мне провели СПА-процедуру. Во время проведения СПА-процедуры не было никаких негативных ощущений. А пользоваться косметикой я стала не менее, чем через двое суток после того, как была закончена эта СПА-процедура. То есть время прошло, никаких реакций не наблюдалось. То есть можно сказать, что после первой процедуры вам не было плохо? А после того, как вы приобрели эту же самую косметику, с которой делали СПА-процедуры, вам бы хорошо? Нет, Лен, конечно, здесь ситуация... Вот, а подождите, специалист нам говорит, что это может быть накопительный эффект при использовании косметики. Скорее всего, СПА-процедура делалась с другой косметикой, во-первых. Согласна. Во-вторых, вот давайте разделим способы продаж, там надо отдельно обсуждать, и качество косметики. Ну да. Рекомендация нашим милым дамам простая. Вы ее правильно сказали. Возьмите пробник и попробуйте. Не покупайте ничего в торопяк. Слепую. А закон о защите прав потребителей и соответствующие нормативные акты говорят, что парфюмерно-косметические товары нельзя поменять, нельзя вернуть, если они качественные. Но, извините, так же, как вы нижнее белье покупаете, но возврату обмена не подлежит. Еще один момент, обратите внимание. Введение в заблуждение. Когда мы смотрим рекламу, сейчас, например, в Европе запретили использовать фотошоп в рекламе косметики. Потому что с помощью фотошопа можно, наверное, из любой женщины сделать там 18-летнюю девушку. Знаете, мне ужасно грустно то, что здесь происходит. Я давно не слышала такой публичной порки просто непосредственно вот этой косметики. Мне подарили ее. Я не покупала. Мне никто ничего не уговаривал. Поверьте, мне дарят очень много. Поверьте мне, что я не пользуюсь чем попало. Что мне нужна особенная косметика. Мне нужна косметика, которой я доверяю. Мне понравилась компактность баночки. Как они выглядят. Мне понравилось, как они пахнут. Мне понравилось, что у меня кожа после этого в хорошем состоянии. Вы не представляете, в каком я была состоянии. А мне не нравятся те женщины, которые приходят ко мне в салон вот с такими вот этими самыми. Вы такие все специалисты. Вы пробовали, вы пробовали это. Вы такие все специалисты. Я в ужасе от этой порки публичной, которая сегодня происходит. Вы не пробовали, ваша жена не пробовала, вы не пробовали. А вы не допускаете. Вы специалисты. Да мне она нравится. Она мне подходит. Вы не допускаете. Не подходит ей, не подходит. Мне подходит. Но проблема в том, что приобрели это там, в одной точке. Вот вопрос. Значит нужно было проходить тест. Нет, мы сейчас не говорим о порке. Больше того, учитывая аудиторию, я, например, понимаю, что, ну можно сказать, для 90% женщин эта косметика хороша. Но мы говорим о другом, как в соответствии с точки зрения закона. Если есть 10%. Как ее продвигают. Так вопрос продвижения. Ну это... Амин. Простите меня, пожалуйста. Уважаемые эксперты. Уважаемый наш юрист Павел. Подожди, я очень рада за наш народ, который может купить такой чемодан. Уважаемый юрист Павел и наши эксперты. Ведь для чего-то эти люди к нам пришли. Выслушали негативы, они уже достаточно много. Позвольте им ответить, если есть что, на все эти претензии. Пожалуйста. Во-первых, спасибо, что я дождался слова. Я не люблю вмешиваться в такое активное обсуждение. Поэтому спасибо, Елена, что предоставили мне слово. Итак, во-первых, я хотел бы сказать вам, что действительно компания очень крупная и мы очень дорожим своими клиентами. Во-вторых, мы специально, ну действительно очень много представительств, на основном сайте компании открыли телефон. Простите ради бога. Я очень долго ждал слова, поэтому я... Но дело в том, что... Я просто что заговорил, я хочу... Вы сказали, мы дорожим своими клиентами. А если вы позволите мне договорить... Да нет, вы увидите, как нами дорожили. И на этот вопрос я готов ответить. Дайте сказать, Владочек, дайте сказать. Посмотрите, вот, вот. Владочек, я в жизни не встречал более некультурных людей, чем вы. Более некультурных людей, не позволяющих сказать, никого не встречал. Итак, есть огромное количество представительств. Вообще. И для этого на официальном сайте компании открыли телефон, назовем это телефон горячей линией. Где вы, Анастасия, я уверен, что ваш вопрос будет решен. Я могу на личный контроль это взять. Спасибо. Нет, можно вопрос? Можно? Абсолютно. Никаких вопросов, да? Теперь, никаких вопросов. И если вы позволите... Смотрите, сколько желающих к вам на личный контроль-то. Никаких, никаких вопросов. Для желающих на личный контроль... Данил, ну фотографии вы видели, что вас за спиной, вы не будете знать. Если вы позволите, я закончу. Итак. Вы взгляните, пожалуйста. Вы взгляните. Это же тоже не придумано, я думаю, что это на работе. А скажите, а что мы сейчас видим? А поясните, что мы сейчас видим? Это результаты... Это глаза после употребления... После употребления косметики именно этой косметики, а это вот воздействие... Если вы позволите, я не могу. Вот вы так умеете. Вопрос о дорожении клиентами. Докажите, что это эта косметика. Почему? Это тот же фотошоп, это тот же монтаж. Вы же ничему не верите. Вы не поверите, я докажу это. Хорошо, докажите. Но, к сожалению, это придется делать в суде. Мы вам дадим слово, а сейчас давайте мы посмотрим видеоматериал того, что происходило в салоне. Вы замечаете. Присмотритесь. Носогубки свои присмотритесь. Ну, вот носогубку, да, немножко взглядим. По глазу у вас видно. Глаза такие же остались. Брови у вас приподняты, синяк у вас меньше. Посмотрите, на дно это ввисает прям. Возьмесинг! Хороший диалог внушения! Возьмесинг. Ну, Елена, оцените, пожалуйста. Ну, оценить, что тут можно оценить? Ну, во-первых, психосоматический эффект никто не отменял. Хорошее настроение у пациентки – это всегда хорошо. Да, чудес не бывает. Это мы должны понимать. Я опять же уже в начале передачи говорила, что надо повышать уровень культурных потребителей. Во-первых, мы все, наверное, тут умеем пользоваться интернетом. В интернете выложены ГОСТы на косметические средства. Вот косметика сегодня в России – это мода. Зачем вам нужна косметика? Скажите, пожалуйста, вы молоды, вы красивы, правильное питание, здоровый образ жизни. Это пустая позиция. Я протестую. Почему пустая? Нам это нравится. Ну, вы так прекрасны. Чем раньше начинаешь за собой ухаживать, тем больше вариантов, что ты сохранишь. О, нет. Тот возраст, да. Я вижу столько проблем у пациентов, когда в 15 лет начинает на себя что-то накладывать, а в 20 уже… Что-то, именно что-то. А уже в 20 кожа непонятно какая. Я выяснил, правильно, мы живем в Москве, молодой человек хоть и ратует за это, хоть и ратует. Но ведь поймите, в Москве один свинец, отвратительная атмосфера, выбросы постоянные. И вы думаете, молодой человек, что это не влияет на вашу кожу. Это влияет. Здоровый образ жизни. 50-ти годов интересны женщине, никогда, ни при каком условии, не будете за собой ухаживать. Сейчас, Елена, а потом вы. Вот прям я вас в очередь поставила, ладно. Трехлетние дети, трехлогами под глазами. И что, три года косметикой надо продавать на лицо? Не надо, это говорят о том, что надо. Даже я бессильно, Лена, прервать все. Вот я вам могу сказать, у меня дочка, 4,5 года, я ее совсем с рождения и хремом поиспользовал, да, и мазал под подгузник, чтобы попка не прела. И ничего в этом страшного нет. И замечательная кожа, все хорошо. Я счастлива, что сегодня мужчины такие активные в вопросах косметики. Косметики не бывает плохой или хорошей. Она разная. Подходящая или неподходящая? А есть ваша косметика или не ваша косметика? Согласна. Косметика может быть небезопасной. Да, за безопасность отвечает Роспотребнадзор, сами мы не можем проконтролировать. Поэтому, если у вас возникло впечатление, что эта косметика небезопасна, в Роспотребнадзор специальные анализы, и тогда вполне возможно, что вы поможете другим избежать. Вот эти анализы мы провели. Давайте сейчас с вами посмотрим результаты, а дальше будем обсуждать. По результатам экспертизы предоставлено нам, был обнаружен в составе крема химический консервант, который был не указан производителем. Этот консервант является противогрибковым, но при длительном его использовании он вызывает аллергические реакции. При этом он глубоко проникает в слои кожи и не выводится. Использование данного консерванта допустимо лишь в малых концентрациях и в тех средствах, которые долго не остаются на коже. Если этот консервант используют в кремах, то его процент должен быть уменьшен. Это проводилась экспертиза в федеральном центре. Что можете сказать? Наверное, я отвечу, потому что я все-таки как бы имею отношение к руководству компаний. Итак, вся косметика полностью протестирована. В ведущей лаборатории Израиля, лаборатории Франции мы очень трепетно относимся к качеству продукции. По поводу сертификации, вы говорили, что она отменена. Несмотря на это, компания сделала всю и сертифицировала всю продукцию. Не какими-то покупными методами, а действительно в полном формате, абсолютно добровольно. Анастасия Каканина в салоне красоты купила чемодан дорогой косметики. Через сутки у меня стало наблюдаться сжение по всей области, где она была нанесена. Кожа у меня покраснела. Утром женщина отправилась к врачу-дерматологу на прием. Получила справку, что у нее началась аллергия. Но продавцы косметики эту справку не приняли. У меня вашу косметику не принялся. Да что? Да. Далее в программе вы узнаете, что собирается предпринять глава московского представительства данной косметической компании. Готов ли он вернуть деньги своим клиентам. Если вы хотите стать участником нашей программы, рассказать свою историю или услышать советы наших экспертов, звоните на голосовой портал Первого канала. А вот как вы можете объяснить, почему это могло произойти, что там есть то, о чем даже вы не знаете как руководитель компании? Я как руководитель, я не являюсь косметологом и не очень разбираюсь в составах. А кем вы являетесь? Хорошо. А вот с вами косметологи, что они могут ответить? Замечательно. Я хочу сказать только одно. Мы видели технологические карты на всю продукцию. Мало того, мы выезжаем в Израиль для того, чтобы ее протестировать и посмотреть. Вот то, о чем сейчас говорилось, я об этом не знаю. Вот первый раз... А у меня такой вопрос. Вопрос. Не, пожалуйста, не так говори. Дайте мне. Нет, у меня просто вопрос. Директор, у меня вопрос. Секунду, я как законодатель. Вот сколько вы, если вы употребили французский, секунду. Во Франции вы тестировали свой товар. Правильно? Вы только что об этом сказали. Сколько во Франции он проводил проверку? Вот сколько проводилось по этому проверку? Я не готов вам ответить на время, которое проходило проверку. Вот именно временной промежуток. Потому что... Давайте на результат все-таки сконцентрироваться. Во Франции любой товар проходит 30-дневную проверку. Причем это пришлые люди, не за деньги. Те люди, которые приходят сами проверить, действительно хорош или нет. Там официальные лаборатории. Ездят специальные агенты, которые проверяют это все. Ведь это же открыто. Этим просто нужно интересоваться тем людям, которые потребляют... Я вам больше скажу. Но у нас в России... Этого нет. Один день, один сутки, 24 часа. То есть, может быть, тогда в этом дело, что такая экспертиза? Может быть? Вот у меня хотелось бы задать им вопрос. Я отвечу на этот вопрос. И я вам больше скажу, что по результатам тестирования мы получили право написать на косметике либо гипоаллергенно, либо дерматологически протестировано, исследовано. Да, теперь, так как... У вас стоит гипоаллергенно. Не существует косметики, на которой не бывает аллергии, компания выбрала позицию, и вся новая линия сейчас выходит с надписью дерматологически тестировано, исследовано. А как так могло получиться все-таки? Вот кто мне может объяснить? Да, пожалуйста, вот у нас эксперт, она объяснит, где могла закрасться вот эта вот история. Как это? Может, технологическая ошибка. Лена? Технологическое производство. Лена, у меня простой вопрос. Вот здесь независимые люди, даже вы, даже вы, где здесь написано гипоаллергенно? Сейчас я посмотрю. Итак, я не говорю... Здесь не написано нигде, но, очевидно, есть... Мужчина, вы не хотите сказать, вы еще не внимательно слушаете, я не сказал, что это написано гипоаллергенно. Вы не понимаете, 30 лет моей работы было внимательно слушать, и я это умею. И вы устали, и вы устали, я честно сказать, устал. Это правда. Давайте косметологу предоставим. Дайте вот мне сказать, по поводу Франции я хочу вам ответить. Тестирование на косметику, как технолог, я вам это говорю, во Франции проходит от двух до трех лет. И просто так бумажки за трое суток, как вы тут всем говорите, не выдаются. Теперь для вас. Я вам не сказал, что они выдаются за несколько суток, какого не было. Я, наоборот, хотел вас поймать на это. Очень важно, очень важно узнать, когда девушка приобретала косметику. Могу я это узнать? То есть какое время года было? 30 мая. 30 мая. Это что у нас? Весна. Вспомните, пожалуйста, в этом году. На секундочку вас прерву, просто хочу раздать свидетельство, пускай все пока с ними ознакомятся, и вы в том числе, где выдаются сертификаты. И я надеюсь, вы нам расскажете, почему вы говорите во Франции, а оказывается в Калужской области. Или там и там. А оказывается в Калужской области есть во Франции, просто? А оказывается в Калужской области из Израиля. Может быть. Посмотрите, посмотрите. Просто в этом тоже надо разобраться. Что значит солнце? Есть сертификация, которая российская. И мы нашим клиентам предоставляем российскую сертификацию, потому что она хотя бы читабельна, она на русском языке. То есть вы проходили и там, и там сертификация? Абсолютно верно, и причем на добровольной основе, потому что нам важно создать лояльность клиента. Вот вы готовы как бы идти на контакт, выслушивать. Это радостно, что руководитель относится с рвением, что он болеет за то, что он делает. Но, как всякий руководитель, вы должны знать, как действуют на местах ниже стоящие исполнители. Это вам, как руководителю, будет очень полезно увидеть, как в отличие от того, что вы говорите здесь, работают ниже стоящие ваши работники. Внимание на экран. Получила я от вас претензию. Ответную претензию. С этим ответом я не согласна. Я хотела бы, чтобы мне вернули деньги. Если вы не согласны, то обращайтесь в суд. То есть в данный момент вы не готовы пойти на решение этого вопроса с минимальными затратами по времени? Решение уже принято, решение вам направлено. Как это возможно, что не открывая косметику, догадаться, что у меня там будет какой-то на ней реакция? Вашу косметику нет реакции. Да что вы? Да. Ну вот объясните нам. Итак, ну во-первых, сейчас мы создали отдел контроля качества на базе головного офиса, который контролирует лично президент компании. Только сейчас. Ну когда-то надо начинать. Итак, мы контролируем, чтобы не было ситуации. Теперь есть негласная политика компании, что если в течение месяца у клиентов возникает какая-либо аллергическая реакция, и пожалуйста проводите аналогию, не потребительский терроризм, когда я купила, вымазала всю косметику, пришла и нашла себе какую-то аллергию, а именно действительно подтвержденная реакция, то руководство компании требует расторгать в одностороннем порядке без штрафных санкций. А вот смотрите, а вот что говорит ваш юрист на это. Внимание на экран. Внимание на экран. Врача не посадили. Если у вас средство неким образом завязано на здоровье и может причинить вред, то вы должны вообще-то об этом как-то предупреждать. Косметика пользуемая. Соответственно, что там внутри теперь, никто не может подтвердить без экспертизы. Тот ли крем, не тот ли. Может там детский крем вам и за 7 рублей из аптечки лежит за место дорогого. Соответственно, никто зарантировать нам качественного нам товара не может. Нет, ну вот тут, извините, юрист просто казуистикой какой-то занимается. Даниил, теперь вы понимаете, почему я на вас напал. Вы поймите, что до вас много информации. Вы понимаете, что я не сражаюсь с вами. Я не сказал вам, нет, вы не можете расторгнуть. Я сказал вам, что очень тяжело принести вот эту грань, чтобы понять, данный клиент является клиентом, который пытается. Ну вы сейчас понимаете, что свои кадры вы должны как-то по-другому ориентироваться. Я вела переговоры с центральным офисом вашей компании, непосредственно с Маргаритой Морозовой, сотрудником отдела по контролю качества, с Павлом Приваленковым. Я знаю, что это. Это вот как раз тот самый отдел контроля качества, который мы с вами связали. Мы вели переговоры две недели, в течение которых мне говорили, да, Анастасия, ваш вопрос будет решен в положительном отношении. Настя, сколько баночек вы открыли? Ну, потребительский экстремизм, сегодня у нас есть такая формулировка, вправе, и вы совершенно правы, и он есть, но сколько баночек вы открыли. Но это не в этом случае, и поэтому я сказал уже по поводу вашего случая, Анастасия, вообще даже этот вопрос не обсуждается. Обсуждается, потому что вопрос не был решен положительно, соответственно, мою претензию направили не только в центральный офис, но потом же связались с вашего офиса, попросили повторно прислать эту претензию, после того, как через две недели просто была тишина полнейшая, не дозвониться, не достучаться, приезжаясь к вам в офис, мы говорят, а сегодня мы не принимаем, приезжайте завтра. Лена, вот по крайней мере одну вещь можно четко сказать. Мы видим разницу в поведении представителей компании до продажи и после. Да, абсолютно. До продажи они готовы вас облизать. Да, тем не менее. А после продажи они, к сожалению... К сожалению, мы это видим при любой покупке, любого товара, а не только косметики. Нам все впаривают, рассказывают, как только мы приходим с претензиями. Мы, это, к сожалению, наш стиль продажи товара. Мы пытались устроиться в эту компанию, чтобы там работать, но на самом деле, конечно, чтобы понять, как там воспитывают персонал. Внимание на экран. Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Екатерина. Я у вас буду проводить обучение все эти три дня. Первый день – водный день. То есть мы с вами знакомимся. Я вам как раз рассказывала о компании, чем мы занимаемся. Второй день – обязательная косметология. Третий день – продажи. По окончании третьего дня будет экзамен. Скажите, пожалуйста, вот это трехдневное обучение для кого? Это для консультантов. Есть в компании врачи-косметологи, есть консультанты. А эти вот девушки, ничего не умеющие, не знающие, пришедшие сюда на три дня без медицинского образования, они потом у вас что делают? Просто коробочки продают или накладывают маски? Они представляются косметологами. Они в халатах. Ну, я понятно, что вопрос... Давайте все-таки я отвечу, какая позиция компании. Санитария – это важно. Дело в том, что каждого клиента, который приобрел продукцию, проверяет непосредственно врач-косметолог, и мы проводим тестирование, диагностику и так далее. Теперь, второй момент. Мы набираем консультантов, и каждый консультант проходит экзамен у косметолога, прежде чем его вообще допустят клиенты. Кто хочет сказать? Давайте, я подержу. Они берут паспорт, говорят, Наталья, сейчас вам все оформят, документы, а мы пока отведем вас к косметологу. И там косметолог дальше продолжает вам говорить, вот какие у вас тут проблемы, там проблемы. И якобы там в следующий раз ты придешь, и он будет тебе говорить, о, а тут уже стало меньше, там морщинки стали меньше. Абсолютно не так человек визуально видит. У нас вопрос вот такой, что делает вот эта девочка, которая три дня обучалась? Девочка, которая три дня обучалась, она накладывает тебе косметику и рассказывает. Да, вот этот весь комплекс, один за другим и что-то рассказывает. При этом она рассказывает про какие-то умные кристаллы, которые проникают в кожу, находят клетки с дефектами и тут же их устраняют. Вот я хочу, я ее спросила, каким образом, я немножко, в принципе, химик тоже, и мне это, ну, смутило. Анна, ну, вы знаете, я еще не настолько профессиональный косметолог, не могу вам ответить на этот вопрос. Вот может вы мне ответите, что за кристаллы, которые разрабатывают... Ответьте нам, пожалуйста. У нас в косметике содержатся кристаллы полисахариды. Если можно чуть погромче, как-то так в тембике, иначе куда-то зависит. На ней записана информация о живой, здоровой, нормальной клетке. Я могу понять, что, может быть, тут закрадывается и проблема, потому что за три дня у этих девочек такая каша в голове, что они услышали звон и не знают, где он. Услышали нанотехнологии, какая-то клетка, старая, новая, и несут вот эту околесицу. На самом деле, объясните, какой компонент находится в этой косметике, который можно назвать нанотехнологиями, и что он делает? Сахарида, на котором записана информация о живой, здоровой клетке. Так. А можно вопрос? Вот мне, как, собственно говоря, изготовителю косметики, интересно. А как вы это делаете, если это не секрет? И потом, о чьей здоровой клетке записана информация? Пока это для меня звучит как фантастика. Я допускаю, что такое возможно, но интересно как. То есть это скрытая информация и как раз и смысл этой косметики. Тогда чреватая формулировка у вас с точки зрения, в общем-то, даже юриспруденции. Для этого существует патент, можно я это расскажу? Это генномодифицированные продукты. А это уже совершенно другой уровень обеспечения безопасности. Извините, это разные вещи. Так расскажите, пожалуйста, я хочу это знать, мне интересно с профессиональной точки зрения. Если вы хотите увидеть патент, патент находится у нашего руководства. Вы можете, как химик, я думаю, разрешат все. Мы не будем это обсуждать на полную аудиторию, потому что, ну, это бизнес-компания. Поскольку наша программа все-таки подходит к концу, и мы убедились в том, что женщина все-таки должна за собой следить. И мужчина тоже. Даже мужчины, да? Но меньше химии, меньше химии. Меньше химии абсолютно с вами согласны. Что такое химия? Ну все химия, ну вы фармаколог. Я фармаколог и понимаю, что такое химия. Ну что такое химия? Она прилетела из космоса к нам или что-то? Она сделана нашими руками. И что? Очень часто используются, они по назначению. Вот. Вот. Поэтому меньше химии. Не по назначению. Ну вы же покупаете. Грамотно используете. Вы же покупаете, да. Я теперь буду проверять. Это раз. И дермат, так и фрисов. Во-вторых, на какую бы я бесплатную процедуру не пошла, а целый пакет их предлагает. Приходите в наш салон, Елена Игоревна. Мы вам то-то, 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 а если захотите, еще и это. Я хожу, честно вам скажу, во-первых, люблю бесплатно. Во-вторых, я люблю пробовать. В-третьих, я никогда не покупаю, если мне не понравилось. В любом случае, как вот говорят, не ходи голодный в магазин и не покупай продукты. Вот так же, если ты идешь на какую-то косметологическую процедуру или тестирование, никогда в этот день не покупай эту продукцию. Ну это, вот это то, что я вынесла из этой программы. Молодец! Вы изложили как раз психологию, по позицию нормального, грамотного потребителя. Согласен с тем, что уже вы сказали, что нужно всегда, первое, пробовать вот на безопасных участках тела, раз. Второе, это спрашивать мнение знакомых, если это возможно. А ты пробовал, а ты пробовал и так далее. И самое важное, потому что репутация любого продукта, она все равно есть и в плюсе, и в минусе. И самое главное, вот эта пауза, она нужна, это в любых переговорах, в любых продажах, жертве. Нужна пауза хотя бы, чтобы просто избавиться от эйфории, от наведенного транса. То есть берите паузу, берите под любым поводом. Вам говорят, если сейчас не будут скидки, то значит все, вернее, не купите, сегодня не будут скидки. Вы же можете и завтра так же прийти, и будет все заново. И в другом месте, не по поводу косметики. И вот это ощущение... Брать надо сегодня только под дулом пистолета. Да, и вот это ощущение, что вами манипулируют, оно всегда сопровождается эйфорией. Как только вы себя ловите на том, что... Ах, как хорошо. Мне как-то прикольно. Надо брать все. Это значит нельзя. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этой программе. И всем женщинам хочу посоветовать, пользуйтесь косметикой, но только с умом. Помните, что любые звонки с приглашением на бесплатную процедуру – это маркетинговый ход, после которого вас заставят раскошелиться любым способом. Если вы решили купить предлагаемую продукцию, поищите отзывы о ней в интернете, спросите у знакомых. Помните, что утро вечера мудренее. Отложите покупку на следующий день. Еще раз напоминаю, уважаемые телезрители, это совет наших экспертов. Никогда не покупайте ничего наспех. Возьмите тайм-аут, подумайте, и только потом совершайте покупку. Остальные советы ищите на нашем сайте жкх.тв. Что касается наших героев, Даниил дал твердое обещание разобраться с каждой пострадавшей в этой истории. Мы проследим за тем, как он выполнит свое обещание, а вы помните – ваша судьба в ваших руках.